Всем привет! С вами Мисс Апаш, и сегодня в теме от Рэй. Вместе с ним мы побываем в Мидгарде и попадём в Аскард. И так после Оливхей и Макратос возвращаются в дом Синдри. Ты передай этому одноглазому Ореха Лизу, что он мне должен! Иди в жопу, и так потеряйся! О, гляньте-ка! Рад видеть, ваша божественность! Я наложил чары печати на лук нашего юнца, но потом они с Синдри из-за чего-то повздорили. Не знаю, кто там на кого орёт, но, сдаётся, мне обоим надо надавать по шее. Для начала предлагаю поговорить с Рататоска. Привет! Я рад видеть, что колокольчик работает. Ты тоже его видишь? Ха-ха, да шучу я. А вот эти призрачные белки. Твои чувства принимают форму маленьких призраков? Полагаю, это не самое изящное объяснение. Мои спектральные проекции — грани моей личности, которые я нахожу раздражающими. Я могу не только выпустить их, чтобы на время обрести душевную гармонию, но и благодаря им узнать, что творится за пределами древа. Почему самому не посмотреть? Я его вечный хранитель и не могу покидать его ветвей. Взамен я получил своё распоряжение бессмертия и всё такое. Спектральные проекции позволяют мне наблюдать за миром, причём с весьма любопытных точек зрения. Звучит здорово, но злющая проекция тебе не очень удалась. Я прямо здесь! Ты, Чурбан! Ах, я могу извиниться, но что это даст? Ну, берегите себя. Понимаешь, у нас других дел полно, тупиностые розовые. С белками болтаешь, да? Ну, пойдём. Эй, Чур, просыпайся, к тебе гости. Вон ту комнату Синдри именует своим кабинетом. Вот там и располагайся. А он не будет против? Против? Да он будет счастлив. Хоть не зря том, понимаешь, вылизывал. Неужели? Не думал, что когда-нибудь снова тебя увижу, фрик. А, не зови меня так. Я давно уже ею не являюсь. Но я рада тебя видеть. Я боялась самого худшего. То, что тебе довелось пережить. Ничто в сравнении с твоими страданиями. Фрея, я очень, очень опечален тем, что случилось с Бальтром. Я помню его только ребёнком, но знаю, что для тебя он был важнее всего на свете. Да. А то, что ты отказалась от мести, послужит примером всем тем, кто, как я, верит в мир. Мир настанет лишь тогда, когда Один умрёт. Верь лучше в это. Значит, ты не хочешь остановить Рагнарёк? Ты хочешь его приблизить? Я хочу, чтобы Один никому больше не причинил столько боли, как нам. Вижу, я огорчил тебя. Прости. Я растерял вежливость своих речей. Сейчас можно наведаться к Броку. Поболтать с ним и кое-что изготовить. Могу сделать кое-что новенькое. Вам это явно не помешает. Привезти в дом богиню это тебе не баран чихнул. На этот раз постарайся её не сердить, что ли. В Альфхейме, убив ко мне брюхо, мы добыли гамбонтейн с кернира. Поэтому сейчас можем изготовить рукоять Анагроводаля. Фонтан боли. Будь я проклят. Также я хочу улучшить аксессуар усиления печати до третьего уровня. Теперь для богини. Во всяком случае отвлечёт внимание от твоей рожи. Знаешь, что хочешь? О, эльфийское изделие. Нравится мне их манера. Сплошные изгибы. Прежде чем говорить с Атреем, сначала послушаем Тюра и Фрею. С тех пор, как мы виделись, она не утратила величия. Как должно быть жалок сейчас я. Воистину, я думала, что уже не увижу Тюра. Похоже, повод надеяться всё-таки есть. А теперь подслушаем Синдри и Атрея. В таком случае, но тебя не было два дня. Некому было за тобой присмотреть. Я же твой напарник. Почему ты от меня что-то скрываешь? Ты говоришь прямо, как отец. На чьей ты стороне? На чьей? Не знаю. И что вообще сейчас значит быть на твоей стороне? А вдруг ты возьмёшь и сбежишь в Асгар? В таком случае, я хоть что-то смог бы изменить. Так, ты это брось. Такие речи до добра не доведут. Почему? Один мог меня убить. Но не убил ведь, а предложил учить меня. Если бы я знал больше, смог бы предотвратить. Что предотвратить? О чём ты говоришь? Это неважно. Просто забудь, ладно? Но тебя не было два дня. Некому было за тобой присмотреть. Прикрути ему голову на место. Да покрепче. Ты вернулся. Ты готов мне ответить? О чём? Что ты видел? Где ты был? У Одина? Что? Вот что ты думаешь? А я не прав. Отвечай! Ты был в Асгарде? Нет. Конечно нет. А если бы да, то что? Моё будущее, моя жизнь. Ты мой сын. Тогда поверь мне. Если хочешь доверия, говори правду. А правда в том, что ты просто придурок. Парень, спорами ничего не решить. Он в меня совсем не верит. Ему можно что-то скрывать. И маме тоже. Дело не в можно. Её тайны окутывают каждый наш шаг. А, ясно. То есть теперь ты и ей не доверяешь? Речь не о твоей матери! А о том, что ты солгал. И кто меня этому научил? Ну всё, хватит. С чего вдруг ты на его стороне? С того, что он разумней тебя. Слушай, я только думал не пойти Ликодину. Но клянусь, у меня есть причины. Ни одна из причин не оправдание. Он затуманит твой разум. Я хочу помочь нам. Не дать чему-то дурному случиться. Дурное уже случилось. Вот он я. Вот Фрейя и Тюр. Один сломал нам жизни. А с чего это все собрались и разорались? А Трей собрался идти в Асгард. Асгард? Он что, башкой ударился, что ли? Ясно. Теперь все против меня. Ты должен выбрать, кем ты будешь. Ты тот, кто лжет и скрывает от меня правду? Или же мой сын? Выбрать? Ты не даешь выбирать. Отстань от меня. Слушай. Отпусти меня. Слушай. Сказал, пусти. Какой вы хер? Адрей! Это Синдрей. Попробуй совладать собой. Адрей. Ну же! И вот так Адрей попал в Мидгард. Только непонятно, в какое место. Сейчас нам предстоит играть за Адрей, поэтому вспомним, что имеем и то, что умеем. Отлично. У меня стоит лук йотунов второго уровня. Пока менять не буду. Способность лучника я выбрала жалящий залп. Улучшила до второго уровня. Рунный призыв разъяренный Ибикс. Пока без выбора. И вот такие аксессуары с упором на рунные стрелы. Слютая стужа, куча скитальцев. Это точно Мидгард. Подходите. Так я хотя бы не замерзну. Продолжение следует... Продолжение следует... Как вы могли заметить, сначала для оглушения я использую рунные стрелы, а потом навык «Бросок» в гущу битвы. Ну хоть кто-то не пытается меня убить. Итак, у нас новое задание «Беглец». Нам нужно найти укрытие. Надо куда-нибудь в тепло. А потом подумаю, что делать дальше. А здесь будет более сильный враг, поэтому, чтобы лишний раз не потеть, предлагаю использовать рунный призыв и ярость. Это явно не к добру. Что это за тварь? Ты не мертви? Чего тебе надо? Смелфа! Мы впервые встретили у мертвей. Здесь не говорится, но была подсказка о том, что рунные стрелы оно отражает, поэтому лучше использовать обычные. И при уничтожении оно разделяется на три огонька. Снова вороны. Хотите мне что-то сказать? Кстати, ресурсов по пути практически нет. Если только с врагов что не дадут. А так можно двигаться дальше. Сперва он решил, что я был в Асгарде. Потом соврал. Я пытаюсь тебе жизнь спасти, дубина! Надо спрятаться от холода. В этом месте я предлагаю начать снизу, чтобы сразу все не налетели. Я пытаюсь. Я пытаюсь. Я утра. С теми, кто был внизу, разобрались, теперь можно на мостик. Тут разбойники со щитами, поэтому лучше выстрелить или сзади, или в ноги. Я хотела выстрелить сзади, но вот он обернулся. Я хотела. Я хотела. Я хотела. И остался последний разбойник какой-то особый с тесаком в руках. Ялфа! Ялфа! Ну найду укрытие. И что? Куда мне идти? Дело сделано. Идем дальше. Если я пойду в Асгард, будет как в пророчестве, где отец погибает. Но если я буду сидеть дома, то не смогу его предотвратить. В Асгарде я смогу хоть как-то проследить за Одином. Осторожно выведу его план и приму меры. Кого я обманываю? В Асгард пути нет. Стоп! Это что, красные листья? Дом Фреи! Мы добрались до дома Фреи в священной рощи. Этот дом окружен защитной зоной. А сам дом является черепахой. Чарли. О, нет! Чарли! Ответь! Чарли! Привет, Крепыш! Я с тобой. Не волнуйся. Надо тебя согреть. Тебе придется встать, а то я не пролезу. Попробуешь? Давай, Чарли! Если не встанешь, я... не смогу помочь тебе! Хемели! Хемели! Молодец! Что тут было? Я знаю, дружище. Знаю. Очень холодно. Первонаперво нужно закрыть это окно. Фрея тебя не навещала? Ясно. Была занята охотой на нас. Ладно. Давай тебя отогреем. Из мусора, наверное, получится сделать костер. Это Бальдра? Бальдра? Как отцу удалось заслужить ее прощение? Броня Валькирии как-то связана с крыльями на стене. Ее подруги? Интересно, что с ней стало? Ого, какая красота! Никогда не видел ничего подобного. Из-за ее дома в Ванахейме она, наверное, по нему скучает. Не верится, что она ни разу не вернулась проведать, как тут ее дом. Как ты. Это не оправдание. Не за что. И куда же мне идти? Я не могу остаться. Но и отца бросить не могу. Наверняка что-то можно сделать. Не волнуйся, дружок. Думаю, это за мной. Все хорошо. Наверное. Давай. Я готов. Забери меня. Забери меня. Один! Надо было учиться плавать, пока Мидгард не промерз. В легендах появилась запись о черепахе Чарли, а мы очутились в Асгарде, и тут очень красиво. Итак, нам сначала нужно добраться до стены. И ворон Одина нам в этом помогает. Стена! Это точно Асгард! Постой! Я иду! Вот эта злость! Я иду! Я иду! Я иду! Я иду! Я иду! Эй, Один, ты сказал в Асгарде мне будут рады! Я иду! 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 В этой зоне со всеми разобрались. И тут можно собрать немного ресурсов. Что-то за то, что это. Я иду! Малыш. Я иду! В этой зоне, я иду! Я иду! Я иду! Я иду! Можно было бы их и обойти. Долго! В следующей зоне есть родник. который питает огоньки с беврёстом. Его лучше предусмотрительно разрушить, иначе придётся разбираться с огоньками. А разрушить легче всего, как мне показалось, стрелами печати. Но это можно сделать разными способами на самом деле. В следующей зоне будут гулоны и огоньки. И огоньки могут даже пригодиться в бою. Что я скажу Одину? Привет. Я хочу стать твоим учеником, наверное. Но это не значит, что я буду тебе, ну, служить. Не так, как было сказано в пророчестве. Ялпа! За стеной наверняка безопаснее. Только, как мне туда попасть? Ни мир не упоминал. Если Хримптор и сделал в ней лаз, рассказал он об этом только Фрея. А я не додумался спросить. Стоп! А почему Фрея была у нас дома? Она к нам переехала? Так, ну-ка соберись, Локи. Впереди виднеется легендарный сундук. Нам туда. Но до сундука не так просто добраться. Сначала нужно поджечь Лианы. Костер находится выше. Причем, если его не поджечь, то мы не сможем пройти дальше. Отец бы просто сжег все с помощью клинков. А мне-то что делать? Может, магия печати на Луке с этим справится? Что там Брок говорил? Ха! Вот так! Таким образом, мы подожгли все сразу. И проход свободен. И сундук. В этот раз нам дали новую способность лучника Расколотая печать. С усиленным эффектом рун. И мы уже, на самом деле, практически добрались до стены. Расколотая печать. И на самом деле, у стен Асгарда находится поселение беженцев из Мидгарда. Тебе помочь? Ты, кажется, потерялся. А, я просто осматриваюсь. Ну, на что смотреть-то, кроме стены? А в ней есть ворота? Не-а. Пройти могут только Асы, но... Если ты Ас, то и так это знаешь. Я? Нет. Я из Мидгарда. Что? Да ладно. Я тоже. Я Скьёльд. Локи. Постой. Вы что, все из Мидгарда? Ага. Ага. Ну, всеотец спас нас от опустошения. Привёл в безопасное место, но мы туда не ходим. В город без владения магией не попасть. А ты ведь не владеешь магией, а? Немножко, да. Что? Да ладно. Ходишь сквозь стены? Пока нет. А просто перелезть нельзя? Ха. Стену? Без снаряжения? Нет. Ты не боишься умереть? Ну, боюсь. Она высоченная. Но Один ждёт. Стой. Ты знаешь все отца? Я вроде его ученик. Обалдеть! И чему он тебя учит? Я не знаю. Сколько учеников? Я не знаю. И надолго ты с ним? Ты не знаешь, понял? Ну, пойду заберусь на стену. Не могу такое пропустить. Помочь? Спасибо, но я лучше пойду один. О, я и не собирался лезть с тобой. Я обязан Одину с жизнью, но не смертью. Но ты, ты, конечно, не свалишься. Всё, забудь, что я сказал. Это был Хугин? Хугин, твой проводник? Кто? Ворон Одина. Не знаешь? Хугин и Мунин. Отличный проводник. Хотя, вряд ли он знает, как ладить по стенам. У нас появилась новая запись о двух особых ворона Ходина. Хугин и Мунин. И теперь нам нужно как-то преодолеть эту стену. Слушай, Локи, ты вроде хороший парень. Очень не хотелось бы увидеть, как ты помрёшь. Спасибо. Мне тоже. Ты знаешь, что нельзя смотреть вниз? Мне нравится смотреть вниз. Тогда вижу, сколько преодолел. Отлично сказано. Я запомню. Забавно будет звучать в качестве последних слов, но... Что, что? Ничего, ничего. Слушай, всё отлично. Забавно будет звучать в качестве последних слов. Ты исправишься, Локи? Спасибо, Скюльд. Надеюсь, ты прав. Ещё одна запись о новом знакомом Атрее. Храм Тюра? Теперь ясно, почему оттуда мы не попали сюда. Ладно, у меня получится. Всё в порядке. Полезем дальше. А теперь куда? Эй, Хугин. Может, ты что-нибудь расскажешь мне, чтобы скоротать время? А? Ну, я так и думал, что ты это скажешь. Умерзли? Здесь! Эрбаута! Эрбаута! Елба! Запись об Умеркве обновилась. Хотя нам новенького ничего не сказали. Это мы уже знали. Да, да, сейчас! Только цепь освобожу! Интересно, почему я не слышу твои мысли? Ходим, вроде бы, их слышал. Ведь это ты был в нашем доме, так? Ты и, наверное, твой брат. Будем считать, что да. Выдох. И... Да! Думаю, худшее позади. Или нет. В следующей зоне есть родники, поэтому нужно постараться как можно быстрее их разрушить. А может, вы меня пропустите? Нет? Ну, как хотите. Елба! Эрбаута! 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 Как вы могли заметить, первый родник я уничтожила с помощью способности лучника жалящий залп. А второй мне помогли уничтожить сами же огоньки. На счастье! Ага, вверх. Я понял. Ого, так, не соединены. Ну, вполне логично, наверное. Надо выстрелить и с другой стороны. Взял. Отлично! Может сработать. Ну, вперед. Есть! Опять бродячие огни! Елба! Эй, ты-то летаешь, а я спешу, как могу. Мы забрались уже очень высоко. Остался последний рывок. Других лазеек не видно. Надо забраться еще чуть выше. Или сильно выше. Но не отступать же. Эй, Хуген, давай я расскажу тебе историю. Жил-был великан Локи. И решил он принять приглашение Одина, который звал его Вазгард. Один решил испытать Локи. Заставил его в одиночку лезть на самый верх стены Хримтура. И что же Локи... А! И что же Локи сделал? Полез наверх. Он лез все выше и выше. У него ныли руки, онемели пальцы, сбилось дыхание. Но Локи лез все выше. Лез понемногу, потихоньку. На самый, самый верх. Отсюда только вверх. Ладно, ладно. Продолжим. Ну же, нельзя отступать. Да что вас! Ладно. Я смогу. Я справлюсь. Ничего не много. Привет. Привет. Итак, ты увидел огромную стену и подумал. О, там обрадуются гостям. Вообще-то меня ждут. Сам Один. Тебя ждет все, отец. Тогда почему ты там, а не здесь? Спросим у него вместе? Могу продолжить? Итак, и зачем Одину, всеотцу, королю асов? Может, понадобится такой, как ты? Это наше с ним дело. Ты сам не знаешь, так ведь? Может, поднимешь меня и... Ну, пожалуй, что нет. Пожалуй, я тебя сброшу. Нет. Нет, нет, нет. Да, я тебя сброшу. Прощай. Подожди! Только представь, как рассердится всеотец, узнав, что ты убил его гостя. Локи из Йотунов. Йотунов? Врагов моего народа? Я тебе не враг. Ну, это мне решать. Сюда, Локи из Йотунов. Стой. Это Гьялорхорн? Ты Хеймдель? Естественно. Можешь насладиться великолепием Асгарда. Мало кто из чужаков его видел. Особенно из великанов. Ну да, конечно. Тащи все, что плохо лежит. Хозяевам это понравится. А вот и поселение Асов. Ну, поднимайся. Всеотец не любит, когда приходится ждать. Задавай же свои вопросы. Как ты узнал, что у меня есть вопросы? Это моя работа. Дальше. Что у тебя за работа? Я защищаю свой мир от всяких бед. Ты считаешь меня бедой? Мы же едва знакомы. А я уже вижу, как сильно ты хочешь показать себя. Слишком сильно. Видимо, из-за сильной фигуры отца, чьи ожидания ты не оправдываешь. Неплохо. Кроме того, предположу, что ты... Дерзкий. Наглый. И порывистый. Ты совсем меня не знаешь. Я хочу помочь. О, то есть ты пришел помогать? Ммм... Нет. Нет. Ты стараешься лишь для себя. А остальным ты врешь. Используй их, чтобы добиться того, чего хочешь. Я знаю, что ты еще юн, хотя пока ты лез, у тебя наверняка успел сломаться голос. Но душонка-то у тебя уже грязная. Ты хаос в обличии мальчишки-лочника. Я вижу, как твои речи обращают города в руины. Из твоего визита в Асгард не выйдет ничего хорошего. Вместе с тем, если ты пришел помочь всеотцу и не замышляешь ничего дурного, значит ты наш союзник. Появилась новая запись о Хеймдали, а Трей решил держаться от него подальше. Выйдет ли? Голтопор. Кто твой любимчик? А? Кто твой любимчик? Ого! Впечатляет почти как Бальдор, укоротивший дракона. Бальдор мог играть с огнем, не боясь обжечься. Моя сила в уме. Я перехитрю любого. В общем, тут достаточно интересно. Прямо перед нами сидит дракончик. Но мы его рассмотрим еще с другого ракурса. А куры прям как настоящие. И в загонах дальше можно заметить градунгов. На этом я завершаю это видео. Кому понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь. И удачи вам с прохождения. КОНЕЦ